добрый день подписчики моего канала птицеводы и гости канала сегодняшнее видео будет посвящено попугаем одуванчиком витаминным подкормкам в общем поговорим про попугаев и одуванчики вот я наглядно пришел на лужайку чтобы все видели что такое одуванчики срывать будем головки одуванчиков и и и и и так дорогие друзья я повторюсь то я видео делал на улице там возможно ветер был было плохо слышно приветствую всех на своем канале сегодняшнее видео будет посвящено попугаем кормлению попугаев витаминами а именно одуванчиками одуванчик 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 растение незамудренное но очень полезно для попугаев полезен он в то тем в общем свойств у него полезных там очень много если кому хоть кто хочет углубиться возьмите энциклопедию или возьмите гугл кому что удобно и там посмотрите пользу что я хочу сказать попугаем которые разводятся в неволе в вольерах питаются значит морковкой питаются питаются свеклой питаются значит питаются всеми овощами которые идут с рынка я думаю мало кто кормит своих питомцев непосредственно с огорода а поскольку да даже и фрукты все идут с рынка и поскольку все фрукты и овощи идут к нашим питомцам с рынка то они обработаны всякими химикатами допустим там есть селитра там есть всякая ерунда в которой обрабатываются овощи и фрукты и все это как бы поступает в попугаю в организм и происходит в попугаю в организме что у него получается печень есть и эта печень она как спасательный круг у попугая забирает все весь удар воспринимает на себя и в дальнейшем попугай становится вялый допустим перо или допустим перо у него лежит не как положено взъерошенное перо не яркое перо тусклое оперение это все симптомы нарушения работы печени и почек но в основном печень там как бы 80 процентов печени 20 процентов страдают почки так вот одуванчик он способен нормализовать работу функции печени ну так же еще много разных растений для этого существует та же расторопша тоже хорошо помогает ну в данном случае мы будем с вами сегодня поговорим про одуванчик вот перед нами пара пивчих попугая сейчас я вам покажу ихнюю кормушку там ну примерно час назад я им положил семь головок одуванчика видно да хорошо смотрите нигде не осталось одуванчика вот их не инвалирует у них минеральные камни немножко шелухи от зерна но одуванчиков нет вот как бы я тут безо всякого подвоха без всяких махинаций сделал ну вот они реально съели семь головок одуванчика за час здесь карелы карелам я ложил один одну головку одуванчика вон она лежит видите да карелы кушают меньше ну все равно допустим поклюю до завтра думаю съедя сейчас покажу вам какариков вот здесь живут у меня пара какариков собираются садиться на гнезда смотрим кормушку вот кстати говоря минеральный камень подсмотрел у боцмана немножко добавил своих ингредиентов ну в общем идея хорошая была боцману привет и за минералы спасибо за такое видео так смотрим у у этих забыл название у какариков осталось одно зерно у них было где-то десяток наверное одуванчиков съели все вот соседствуют они с карелами вон карелы сидят у карел одуванчик есть ну карелы хуже едят они хорошо едят допустим листья одуванчика они бы ели лучше но я заморочился сегодня именно с цветочками одуванчика дал вон какарики все поели в общем ребята напоминаю вам давайте пожалуйста своим птицам всякие различные ну не все подряд а вот то что можно давать это одуванчик цикорий бархатцы там много разных цветков занимайтесь как бы вкладывайте в птицу душу проявляйте интерес ищите в энциклопедиях обменивайтесь опытом что можно давать как можно давать и ни в коем случае не не говорите так что вот допустим ты плохо Юра приготовился к видео надо лучше готовиться к видео допустим там что-то как бы недостаточно я о чем-то рассказал я хочу повторить что мои видео и мой канал является не как учебником для начинающих или там учебником для профессионалов это просто как обмен опытом я показываю то как я держу попугаев как я их чем я их кормлю в каком количестве я их кормлю как я делаю я делаю так не один год и в принципе тут у меня все нормально вы видите как бы хозяйство разрастается с каждым годом становится больше и больше если бы я что-то делал плохо у меня все бы уже выдохла вся птица и люди которые бы у меня покупали они бы ну возвращались бы ко мне с плохими словами что я им продал нехорошую птицу но пока такого не происходит все довольны все рали то есть это есть показатель хорошего содержания вот а кому нужна более раскрытая информация те могут просто завести себе допустим кошку завести кошку лечь на диван включить телевизор там будет реклама вискоса она очень хорошо там прям показывает какой вискос полезный и все кормите кошку вискосом и не заморачивайтесь с попугаями как бы мое мнение что я хочу показать вот тут этот самый певчий сидит один самка на яйцах сидит я им положил тоже наверное 5-6 листиков одуванчика сейчас хочу показать что вот он один смотрите палочка осталась а цветки он все съел один вот раздербанил хлам я сегодня специально дал просто зерносмесь и вон там тоже одуванчик распил вот видите перчи и так этот кушает специально дал зерносмеси немного и дал где-то на пару допустим вот пара разыл а вот кстати говоря разылы тоже самец один самочка тут на яйцах сидит надо тут аккуратно осторожно все это снимать чтоб он не испугался вот хочу показать как розелла покушала видите да то есть все раздербанил я думаю до вечера он и это все съест просто один быстренько все не успевает съесть также вон там минералки минералки валяются всякие и еще такое дело одуванчик я даю сейчас вот здесь у меня пара корел у них птенцы вот я кормлю птенцов тут зерносмесь овес пареный кукуруза немножко была вареная до такого состояния что развалилась видите они уже поели вот яйцо поели у них тоже есть одуванчик то есть одуванчик я даю даже тем у кого есть маленькие корелятки птенцы то есть маленькие вон он валяется они его потаскали потаскали толком не съели ну вот это я в этом году уже наверное третий раз или раз четвертый даю одуванчик у нас он тут относительно недавно появился и розеллы сразу вспомнили певчие сразу вспомнили какарики сразу вспомнили а корелы не особо у меня так было с бархатцами когда я начинал кормить бархатцы все попугаи кушали активно а корелы не особо ели но ели все равно потом уже в конце сезона корелы нормально едят и одуванчик цветок лист кстати говоря листья одуванчика корелы едят лучше допустим кто держит корел можете давать листья видно да хорошо в общем взял я такое сито пошел на лужайку нарвал одуванчика принес и разложил всем попугаем я его не мыл вот эти листики цветочки я не мыл имейте ввиду но учитывайте то что надо рвать далеко подальше от дороги допустим у меня тут поля везде вокруг лужайки пастбища там этих одуванчиков полным полно мыть в общем я не мою одуванчики кто переживает об инфекциях там каких то там не знаю заразах вирусах то тогда наверное надо взять стерильный колпак накрыть птицу и вот содержать в таких условиях ну вот у меня условия такие допустим если птица где то там в природе летала ну поела бы она этого одуванчика и мне кажется у нее иммунная система только б стала сильнее от этого вон есть глина как противоядие есть уголь как противоядие то есть в случае отравления она может покушать то что ей нужно и восстановиться но тем не менее никто не умер никто не отравился ну и еще хотелось бы сказать что не перебарщивайте там на пару корел на пару певчих нет на пару певчих листков головок 6-7 на пару корел допустим 1-2 цветка если хорошо едят то можно и 3 цветка на пару это вот на пару корел здесь вот корелла одна сидит потому что самец так это самка сидит самец на яйцах сидит вот такая самочка здесь вот яйца в домике вот там тоже видите да одинокий самец сидит самка на яйцах сидит на пару разы можно дать и 7 и 8 листья этих цветочков одуванчика вот тут у меня есть такая пара корел самка белая как невеста а самец черный как в смокинге жених вот у них есть птенцы я им утром положил яйцо кукурузу овес одуванчика дал сейчас я вам продемонстрирую ихнюю кормушку там от одуванчика не осталось и следа вот пожалуйста от одуванчика не осталось и следа все съели молодцы это пара у меня была в том году давала значит первый раз пять птенцов и всех самочка выкормила и все птенчики были белого цвета такие как она сейчас я попробую вам показать ихних птенцов ну на свой страх и риск я думаю они не откажутся от них потом я постараюсь потихоньку вот здесь у меня открывается эта штучка кто держит карел желательно да и разжел да и вообще старайтесь не лазить туда в гнезда видите как родители сидят переживают а здесь у нас вон они видно видно да птенчики спят наелись и спят это красненькая это перо от розел каким-то образом попало к ней ну в общем вот такая идиллия дети спят родители уделяют друг другу время спасибо благодарю благодарю всех за внимание подписывайтесь на мой канал до скорой встречи вот розелы пенантовые есть экспериментальная пара соломенный самец и красная самка посмотрим потом в дальнейшем когда все будет нормально если они снесутся сядут они на кладку выкормят птенцов я сниму покажу что получилось а пока только вот могу снять то что вот они есть есть у них домик вот домик у них есть ждем от них новостей кладку показывать когда будет кладка не буду птенцов маленьких показывать тоже не буду боюсь чтобы не бросили потому что они такие щепетильные в этом вопросе птицы ну по возможности если мне удастся что это сделать съемку я сниму в общем ладно всем пока до скорой встречи